Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Фарух Мирзоев, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области. Фарух, добрый вечер. Здравствуйте. Прежде всего, как бы вы оценили состояние межнациональных отношений у нас на Среднем Урале? Думаю, удовлетворительно. Потому что, если по пятибалльной системе считать, я думаю, нигде ни в одной стране мира не будет пять баллов. А у нас между тройкой и четверкой. Становится лучше, становится хуже. И каковы факторы, которые влияют на эту динамику? Становится лучше, потому что уже государство и правоохранительные органы придают внимание и значение этим процессам. Естественно, наши национально-культурные объединения развиваются и тоже начали очень плотно работать с гражданским обществом. И эти факторы способствуют дальнейшим межнациональным диалогам и межкультурному диалогу, которые на нашей многонациональной земле на протяжении многих веков развивались. Фарух, ну вот давайте от общего к частному попробуем перейти. Что делает ассоциация, которую вы представляете, для гармонизации межнациональных отношений? Да. Ассоциация, в первую очередь, это объединяет 82 организации уже на сегодняшнем, национально-культурных объединений. Здесь целый комплекс мероприятий. Это и по линии здравоохранения, и по линии воспитания и образования, культуры, спорта. То есть все сферы задействованы. Что мы в основном на что акцентируем внимание? Конечно же, это образовательные программы. Межнациональный мир, согласие, это в первую очередь воспитывается в семье и в школе. Ребенок больше времени находится в детском саду, в школе и дальше в образовательных учреждениях. То есть люди должны больше и лучше знать о других культурах, о других национальностях, чтобы понимать их. Да. Почему? И мы делаем все для того, чтобы создать положительный образ нашей Свердловской области. Почему? Потому что международная обстановка такова, что люди смотрят, инвесторы и люди, где лучше жить. И то, что у нас 160 народов в мире согласия живут, помимо этого имеют возможность зарабатывать, воспитывать и расти, как в экономическом, так и в культурном плане. Конечно, это дает свои положительные моменты. Народов 160, а участников Ассоциации 82. Да. Как так? Тут есть национально-культурные объединения, которые не национальные, а этнические группы, которые не создают общественные организации. Например, у нас ханты-мансийская организация нет, ханты-мансийская. Там много организаций, которые написали во время переписи, что они являются гражданами. То есть это у Камеруна нет. Сейчас мы сообщество африканских стран создаем на базе УРФУ. То есть не у всех народности численность такова, которая позволяла бы, скажем так, и имела бы смысл. В июне, насколько я понимаю, этим летом, недавно вы принимали участие в открытии «Аллеи дружбы» в Екатеринбурге. Ну вот, собственно, одно, видимо, из мероприятий, которые должны ситуацию, межнациональные отношения гармонизировать и улучшать. В чем была идея вообще этого события, этой истории? Главная идея в том, что на территории Екатеринбурга еще не было «Аллеи дружбы» или «Аллеи дружбы народов». Конечно же, главная идея – это чтобы побольше создавать хороших пространств для активного отдыха, для того, чтобы горожане могли одновременно и отдыхать на природе, и изучать культуру других этносов, и пополнять свои умственные запасы, можно так сказать. Поэтому мы и создавали этот сквер. У нас идея еще шире есть. Мы хотим парк народов Урала создать здесь, чтобы представители нашего прекрасного города могли на одной территории большой и посмотреть на культуру, и детей с детьми отдохнуть. Помимо этого, попробовать множество национальных кухонь. Это постоянно действующий был бы парк? Или, не знаю, раз в год какие-то активности устраивать? Мы думаем, круглогодичный. Это для того, чтобы люди могли куда-то прийти, отдохнуть, познать культуру и кухню других народов, и быт. И самая главная идея такова, что мы его хотим создать как крепость огромную, защищать русский народ, интересы многих народов, и в этом величии Российской Федерации. А где именно на карте Екатеринбурга такой парк мог бы появиться? Учитывая компактность нашего города, учитывая то, что зеленых зон не так много. Да, я думаю, что это... Вопрос не такой очевидный. Да, в направлении Кольцова, я думаю. Так называемый Россельбан. Там много чего планируется, универсиада там будет, целый ряд объектов вроде бы. И там отдельный участок есть, сейчас будем разбираться, с предложением губернатора вышли. Я думаю, что будем рассматривать, чтобы не нанося ущерб деревьям, в это пространство вложить все наши умения, чтобы ни горожане не пострадали, ни зеленые насаждения, и чтобы это было в гармонии с природой. Фарух, смотрите, социологи утверждают, что россияне, несмотря на усилия ассоциации вроде вашей, несмотря на усилия властей, по-прежнему настороженно относятся к мигрантам. Ну, может быть, это в человеческой природе, да, не доверять чужим, тех, кого ты не так хорошо знаешь и так далее. Многие опасаются роста преступности на этнической почве, многие боятся за свои рабочие места, ну, потому что мигранты приезжают, повышается конкуренция, они готовы работать за меньшие деньги. Вывод понятен, как из этого люди делают. Что миф в этих представлениях, а что с вашей точки зрения реальности? Ну, я думаю, что, конечно же, другая иная культура всегда настораживает. Надо работать над тем, чтобы стереотипы нивелировались. Раз. Конечно, нам местное население, тем более, когда подогревается искусственно эта тема, конечно же, местным населением та ниша, которую занимает миграционные потоки, не востребовано. И то есть там достаточно, я вам скажу, что там достойная заработная оплата. Вот, например, каждый день ко мне минимум 5-6 человек обращаются за рабочей силой. Но действительно поток постепенно-постепенно уменьшивается. Поток вообще или из Таджикистана? Из стран СНГ. Поток сокращается, потому что в связи с тем, что разрешительные документы многие не могут получить, то есть сложная система. То есть довольно сложная система здесь у нас в России. Да, и сразу много надо платить. То есть мы, конечно же, много лет боролись за то, что патентная система была введена. Но, к сожалению, чтобы до патентной системы добраться, мигранту надо очень много заплатить. И им проще уезжать в Корею, в Арабский Эмират или в Катар, где их работа востребована и намного больше получается. Одно минус в том, что культурное пространство другое. Они язык еще хуже. То есть если язык русский плохо знает, то корейский, арабский, конечно же, они практически никак. Но там условия другие созданы, поэтому я думаю, что такой отток есть. Но все-таки тенденция наблюдается, что то культурное пространство, которое вокруг России, все равно будет поставлять миграционные ресурсы. Дело в том, что какого качества. И, конечно, тут государство заинтересовано, чтобы в странах исхода создавались условия для того, чтобы специалисты нужной квалификации приезжали к нам в Россию и не создавали конкуренцию. А то, что касается преступности среди мигрантов, это миф? Да. Вроде бы полицейской статистики это не подтверждается. Нет. То есть около 2% в совокупности составляют преступления мигранты. И если посмотрим на тенденции, они идентичны, как и среди местного населения и среди миграционных. То есть роста как такового нет. Это в основном преступления, не носящие опасный характер для жизнедеятельности граждан. То есть фальшивые документы, все такое. Конечно, если по этой статистике. Не насильственное преступление по этой классификации. Фарух, в последнее время в Екатеринбурге довольно много рассуждений звучит о необходимости появления большой соборной мечети. Нужна ли она с вашей точки зрения? И должна ли она появиться в центре Екатеринбурга? Я думаю, что мечеть должна быть в нашем славном городе. Конечно же, в центре должна она быть. Но чтобы не ущемляло ни пространство какое-то общедоступное, культурное. И не раздражало местное население. Если посидеть, подумать, конечно же, есть. Почему? Потому что многие иностранцы жалуются на то, что, например, информацию подают зимой, когда снимают мусульмане, молятся на улице, 40-градусный мороз. Конечно, это же раздражительный фактор для наших соседей по исламским, то есть государствам. То есть они могут разжигать это. С другой стороны, почему в центре должно быть? Мы не должны создавать анклавов, чтобы люди имели доступ со всех уголков нашего города приходить и здесь молиться. И с другой стороны, я опять же думаю, что государство в этой части заинтересовано, чтобы у нас не распространялся ни экстремист, ни радикальные течения. Почему? Потому что, когда имам проверенный, обученный в России, он будет нести проповедь о мире и о добре, а не так, как где-то в полуподпольном состоянии. Мы там это не видим и не понимаем, что. А вообще-то, я думаю, что государство у нас демократическое, оно должно быть отделено от церкви. От любой. Ну, если тезисно сказать, государство должно быть равноудалено от всех конфессий и религиозных объединений. Или со всеми быть близко. Самое последнее, Фарух, как идет подготовка, если идет, конечно, к традиционному дню народов Среднего Урала, который отмечается, ну, где-то на стыке лета и осени, насколько я припоминаю. В этом году выпадает, то есть на 1 сентября, а до этого мы проведем спартакиаду народов Урала по нескольким видам спорта. И, конечно, проведем день народов Среднего Урала, который традиционный. И он, на нашем примере, многие регионы начали праздновать такой же праздник. Только Урал, на Самару, на Саратов, Приволжье, да, меняют. Помимо этого, конечно же, этот праздник, который показывает всю самобытность и культуру наших народов. В этом году будут много новинок, то есть новые этнические группы, которые появились. То есть это афганцы будут все в этом году присутствовать. У нас афганцы появились. Да, японцы появились, да. Помимо этого, то есть несколько, то есть уже есть ансамбли и номеров, которые показывают танцы народов мира. Это ирландский, итальянский, испанский. В общем, география и количество участников растет. Растет. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что на стенде был Фарух Мерзоев, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области. До свидания и удачи. Спасибо. Спасибо.